МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Саулья Багалиева. И в начале выпуска коротко о главном. Награда спустя 75 лет. Жителю семьи Аскару Рахимбаеву вручено удостоверение участника Второй мировой войны. В семье гриппа нет, но наблюдается эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций. В инфекционной больнице лечения получают 28 детей в возрасте от года до 3 лет. Познание Абая через творчество писателей современности. В семье состоялась встреча с известным поэтом, лауреатом Государственной премии Казахстана, членом Союза писателей Казахстана Таныштыкбеком Абдикакимовым. А теперь обо всем по порядку. Награда спустя 75 лет. В городском Акимате состоялось торжественное вручение удостоверения участника Второй мировой войны Аскару Рахимбаеву. Несмотря на то, что ветеран принимал участие на поле боя, до настоящего времени он не имел статуса участника войны. Соответствующий документ семечанин получил из рук Акима города Ермака Салимова. Аскар Рахимбаев родился в 1926 году в бывшем Ахсуатском районе. В 1941 году был призван в ряды армии. Он воевал в стрелковом полку на Восточном фронте воинской части номер 378. Принимал участие в освобождении Румынии, городов Брашев и Мишель. Но так как у него не сохранились нужные документы, долгое время он оставался за бортом списка участников войны. И вот спустя 75 лет Великой Победы, подняв все архивные документы, Аскару Рахимбаеву присвоили удостоверение и звание ветерана Второй мировой войны. В нашей практике, в моей практике очень много, когда под таким случаем прям вот Киевский пенал, это вот случай особенный. Скромно человек шел, в военкомате ему как-то отказали, он промолчал, значит и все остановили. Вот, видимо, больше к этим объясняется. И для нас большая радость, и очень-очень верно вы сказали, что в последние годы, понятно, возраст уходит, наши участники из войны, но очень символически сказали одну мысль, что сегодня мы получили новый, родился новый участник вот той страшной войны. После войны в мирное время работал трактористом и бригадиром. Последние 20 лет проживает в семье. Ветераны и его дети не раз пытались восстановить документы, но не получалось. И вот буквально полгода назад Совет ветеранов, узнав о ситуации, незамедлительно начал процесс восстановления документов. Чтобы получить это звание, мы очень долго собирали документы. Узнал, что я есть в списке участников войны в интернете. Потом начали собирать документы. В семье я живу уже 20 лет, поэтому обратился в местный военкомат. Еще мне помогли в Совете ветеранов. Большую работу проделали Амантай Догалаков и специалист Алмагуль. Большое им спасибо. Поздравить заслуженным званием участника войны пришли ветераны и военнослужащие. Они удивляются скромности Оскара Рахимбаева и отмечают то, что все же справедливость восторжествовала. При наличии достаточных подтверждающих документов сегодня он получил удостоверение участника войны. С чем от всей души поздравляю. И поздравляю его с внесением, его фамилией в список заслуженных участников войны. Вот мы сейчас все удивляемся, как так получилось. Но ведь ветераны, видевшие войну, стали очень скромными, немногословными. Они очень спокойные и терпеливые. Удостоверение участника войны дает право на льготы и преимущества, установленные законодательством. Так, ежемесячно ветеран будет получать выплату в 42 тысячи деньги. Бакатголь Казец, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей». 2020 год для всех предпринимателей начался с изменений в налоговой сфере. И чтобы разъяснить все нововведения в «Семей» прошел тематический семинар, который так и называется «О налогах простым языком». В этом году самые важные новости в налоговой сфере – это освобождение бизнеса от уплаты основных налогов, моратория на проверки, новые требования к фискальному чеку. Есть еще ряд нововведений, о которых важно знать бухгалтерам и предпринимателям. Безусловно, не все могут понять их, поэтому, чтобы разъяснить все изменения, в «Семей» прибыла компания «Республиканский центр помощи предпринимателям». У нас формат презентации семинара, когда я рассказываю все, но, естественно, еще часть времени мы выделяем на вопросы-ответы, поскольку они накопились у всех, и с радостью также на все вопросы, поставленные мы, отвечаем обычным языком. То есть все важные изменения, с которыми уже сейчас должен столкнуться предприниматель, я буду рассказывать. Компания специализируется в сфере организации разъяснительных мероприятий для субъектов бизнеса, а именно в части новых нормативных изменений в законодательстве, в налоговом законодательстве и в бухгалтерских нормах. В «Семей» такие встречи проводятся во второй раз. Они показали продуктивность подобных целевых тематических встреч, в ходе которых эксперты центра корректно и доступно объяснили основные аспекты нормативно-правовых изменений и компетентно отвечали на вопросы граждан. На этой встрече будут обсуждать проблемные вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, на которые предприниматели получат свои ответы и компетентные разъяснения норм действующего законодательства. Это очень несет большую пользу как для предпринимателей, так и для госорганов. Во время встречи участники задали интересующие их вопросы о режимах налогообложения, использовании кассовых аппаратов и посттерминалов, системе управления рисками и трудовыми взаимоотношениями. Все, кто работает с наличными деньгами, обязаны в своей работе использовать кассовые аппараты. Что патентчики, что христианские хозяйства, в общем, все, кто работает с наличными. Освобождены только предприниматели, работающие по изналу. Стоит отметить, что Центр помощи предпринимателям проводит выездные мероприятия во все регионы страны по согласованию с Палатой предпринимателя Томикен и при поддержке депутатского корпуса, Сената, Парламента и Экиматов. Тематическую встречу в Семее посетили 450 человек. Среди них были предприниматели, бухгалтеры, финансисты и юристы. Походголь Казец, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей. С сегодняшнего дня в Семее начал действовать дифференцированный тариф в общественном транспорте. Теперь при оплате наличными стоимость проезда составляет для взрослых 140 тенге, для детей и пенсионеров 70. К слову, при использовании транспортных карт или мобильного приложения тариф остается прежним – 80 тенге. Данный вопрос активно обсуждается на протяжении последних нескольких месяцев. Местные исполнительные органы не раз предупреждали о введении дифференцированного тарифа и использовании валидаторов в общественном транспорте. Однако есть еще автобусы, в которых перевозчик не успел установить считывающие устройства. Их единицы. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог нам сообщили, что в подобных случаях, а также если валидаторы выйдут из строя, согласно законодательству Республики Казахстан, пассажир имеет право на бесплатный проезд. Семей шестеро водителей автобусов задержаны за пользование телефоном во время вождения, сообщает Алтаньюз. С 15 по 17 января в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». За первый день проведения ОПМ в семье зарегистрировано 62 факта нарушения правил дорожного движения. Среди них шесть факторов, когда водители разговаривали по телефону за рулем. Один водитель работал без соответствующего разрешения. Еще 12 человек совершили ошибки при маневрировании. В автобусном парке данные лица приличены к административной ответственности. В семье с начала текущего года грипп не зарегистрирован. Однако в настоящее время идет эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций. Он длится с середины декабря до конца апреля. Сегодня в городской инфекционной больнице лечения получают 28 детей в возрасте от года до 3 лет. Эпидемиологический сезон ОРВИ, как правило, начинается в середине декабря и длится до конца апреля. Несмотря на то, что еще с осени принимаются все меры профилактики, 100% избежать заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями невозможно. В настоящее время среди группы этих инфекций наиболее распространены аденовирус, парагрипп и респираторные сенсидиальные инфекции, говорят врачи. Но на сегодня грипп, конечно, диагноз еще не подтвержден. Есть парагрипп, среди тех, которые на сегодня поступают, мы всех больных обследуем, методом вирусологическим, иммунофлюоресцентным методом берем мазки. И, естественно, в основном идет циркуляция вируса аденовирус и парагриппа на сегодня. Остро начинается температура до 39-40 градусов, может быть, с последующим присоединением, естественно, катаральных проявлений. Насморк, кашель. Вследствие острых респираторных инфекций в большинстве случаев развивается обструктивный бронхит. При этом у больных с таким диагнозом наблюдается одышка и сильный кашель. Медики рекомендуют в таких случаях срочно вызывать на дом врача или скорую помощь. Вместе с тем, инфекционисты не советуют на начальном этапе заболевания сразу обращаться к лекарственным средствам. Лечение респираторно-вирусных инфекций чисто симптоматическое. Только при тяжелых случаях мы назначаем противовирусные препараты. Симптоматическое – это значит, есть температура, даем жаропонижающие препараты. Частое и обильное питье. Если температура до 38, не сразу снижать, а наблюдать. Физические методы охлаждения мы говорим. Раздеть. Температура в помещении должна быть соответствующая. Не ниже 22 градусов. В период эпидемиологического сезона ОРВИ для оказания медицинской помощи предусмотрено 52 койко-места в инфекционной больнице и дополнительно 20 мест в городской больнице номер 2. Сегодня же в инфекционной больнице лечение получают 28 детей от года до 3 лет. Мы поступили вчера вечером. Температура у ребенка была 38,9. Сильно болел. Сегодня уже жар, немного спал. Со вчерашнего вечера получаем систему уколы. Кризис миновал. Сейчас ребенок чувствует себя уже лучше. Я сама переболела. От меня и мой ребенок заразился. По словам специалистов, острым респираторным вирусом-инфекциям чаще всего подвержены дети сопутствующими заболеваниями. Поэтому в период эпидемии вирусных инфекций следует избегать мест массового скопления людей. Правильно питаться, четко следовать рекомендациям и назначениям врачей. В настоящее время все говорят, иммунитета нет. Это неправильно. У всех иммунитет хороший. Просто поскольку это заразное заболевание, то от одного человека в семье, а затем вирус передается другим. Ну и, конечно же, чаще всего подвержены дети с анемией и рахитом. По словам главного инфекциониста города Эльвира Исабаевой, в семье также есть пациенты, больные корью. В большинстве случаев данному виду заболеваний подвержены непривитые в свое время дети. Однако даже после вакцинации заразиться корью вполне возможно. Единственное, заболевание будет протекать легче. На сегодня в городе семей у нас зарегистрированы несколько случаев с заболеваемостью корью. И в основном это болеют дети. Дети не вакцинированы. Дети до года. Первый случай кори у нас был еще в декабре месяце. Это ребенок, который приехал с Алма-Аты, контактировал с больным корью. На сегодня у нас есть контактные лица. За ними ведутся наблюдения. Стоит отметить, что во время эпидемиологического сезона работа всех поликлиник города продлена до 8 часов вечера. В выходные дни дежурные врачи работают с 9 часов утра до 18.00. Саулева Галиева, Гульнас Каукен, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей. В семье задержан подозреваемый в краже металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции города Семей. Металл был похищен с территории КАСФТОРЧЕРНЕТ. 15 января сотрудниками полиции в районе цемзавода был задержан 38-летний семичанин, в кузове машины которого был обнаружен и изъят лом черного и цветного металла, похищенного с территории акционерного общества. Далее в ходе розыска в поселке Степной была задержана автомашина под управлением 52-летнего водителя. В качестве пассажиров в машине находились 22-летний сын и 39-летний родственник водителя, которые и совершили кражу металла с территории акционерного общества КАСФТОРЧЕРМЕТ, расположенного в поселке Степной. Следствие установило, что подозреваемый является приверженцем деструктивного религиозного течения. Ущерб оценен на сумму более 16 миллионов тенге. Данный факт приобщен к единому реестру досудебных расследований. Отметим, что 15 января в семье стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Металл» в целях выявления и пресечения преступлений, связанных с хищением черного и цветного металла, перекрытия возможных мест сбыта похищенного имущества и пресечения незаконной деятельности пунктов приема металла. Продлится ОПМ до 24 января. Жюректен Козе Ашелса. Под таким названием в семье состоялась встреча с известным поэтом, лауреатом Государственной премии Республики Казахстан, членом Союза писателей Казахстана Тыныштыкпеком Абдикакимовым. Мероприятие приурочено к празднованию 175-летия Абая Кунанбаева. Тыныштыкпек Абдикакимов родился в Абайском районе. В 1993-1998 годах работал ответственным секретарем Всемипалатинского областного филиала Союза писателей Казахстана. Он является автором сборников стихов Ахшам Хаттара, Рауан, Алкон Грдунье, Бизн Шамал Сумжупара. В ходе мероприятия были затронуты вопросы изучения и популяризации произведения Абая Кунанбаева, актуальности его идеи, изложенных в статье президента Хасмжумарта Токаева. Мы назвали данную встречу «Жюректен Козе Ашелса», потому что главная цель – познание Абая. Если мы хотим познакомиться и познать Абая, то нужно в первую очередь открыть свое сердце. В рамках мероприятия были представлены книги Тыныштыкпека Абдикакимова из серии «Абая лима». Также в ходе вечера поэт передал в фонд музея экспонаты из личного архива. Среди них первая пишущая машинка Тыныштыкпека Абдикакимова, а также головной убор, который в свое время подарил ему писатель Азельхан Ршаиков. Кроме того, он подарил музею книги с произведениями из личного фонда в преддверии предстоящего юбилея великого Абая. «Мы должны еще раз обратить внимание на нашу историю», – говорит автор вечера. В Шенгастау между Караултубе и Чунайскими горами везде равнины. В те времена начальник НКВД Абзал Карасартов собрал всех на тот момент потомков Абая и Шакарима и сделал лагерь поселения. Мы должны определить его место и установить там памятник. В своих произведениях писатель стремится самостоятельно проанализировать древние космические принципы и священные понятия, общие для народов мира посредством призмы казахского национального мировоззрения. Классики казахской литературы, такие как Мухтар Магауин, Фариза Унгарсынова, Абишке Кальбаев высоко оценили творчество Таныштахпека Абди Какимова, охарактеризовав его как своеобразное судьбоносное явление в казахской литературе. Вечер, с духовной точки зрения, является обучением для молодежи, потому что половина собравшихся – молодежь, в том числе поэты. А для них, я думаю, здесь прозвучит много интересной информации. В творческом вечере приняли участие представители интеллигенции, работники культурных учреждений и студенты. В ходе мероприятия они получили возможность задать интересующие их вопросы. Минувшие выходные в Восточном Казахстане разыграла сильная метель, в связи с чем закрылись автодороги области практически во всех направлениях. Ветер и снег парализовали движение автомобилей, которые успели выехать до закрытия трасс. О том, как велись спасательные работы, рассказали специалисты городского управления ПОЧС. Минувшие выходные выдались жаркими для экстренных служб города и области. 17 и 18 января по области действовало штормовое предупреждение. Метель и юго-западный ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 30 метров. Дороги практически по всем направлениям были закрыты. Однако это не остановило многих граждан, чтобы выехать за пределы города. Некоторые выехали на загородные трассы до их закрытия. Среди них оказались трое жителей поселка Айнабулак, выехавших в сторону зимовки Хья. Так как связи с ними не было, были начаты поисково-спасательные работы. Один из трех человек до нашего прибытия, минут за 10-15, прибыл на зимовку самостоятельно. Узнав у него обстановку, он пояснил, что примерно в пяти километрах от зимовки Хья он оставил своего брата. Так как они шли, погода была, значит, сильный ветер, снегопад. Он не смог его дотащить до зимовки и попытался самостоятельно прийти. Незамедлительно, значит, в составе поисково-спасательной группы и табунчиков на лошадях мы выдвинулись к второму пострадавшему. В степной зоне, примерно на расстоянии 4-5 километров, был обнаружен второй пострадавший, которого мы доставили в зимовку. От попавших в снежные заносы на телефон спасения 112 стали приходить обращения о помощи. Всего на загородных трассах области было спасено более 200 человек и вызвали на 150 автомобилей. Так, на автодороге в Вородульхинском районе эвакуировали 32 человека, 16 из которых были размещены в амбулатории села Новая Шульба. В Шимонайхинском районе из заносов спасли семеро человек, которых отправили до города Усткомногорск. На трассе семей Усткомногорск в снежном плену оказались 12 легковых автомобилей. Сотрудники пожарной службы эвакуировали 16 человек, в том числе троих детей, в город семей. Много обращений поступило на номер 112. Среди них были граждане, застрявшие из-за непогоды на трассах. По семейскому региону более 150 человек оказались в снежном плену на трассах. 18 из них – это дети. Несмотря на предупреждение о том, что нельзя выезжать за пределы города, многие выехали. В итоге застряли на дорогах и вынуждены были вызывать спасательные службы. Между тем, вследствие разыгравшейся непогоды, дороги и улицы города также занесло снегом, осложнив движение транспорта и пешеходов. В связи с чем секретарь городского маслехата от имени Акима Семея призвал всех горожан по мере возможности присоединиться к работе по вывозу снега. В связи с экстремальными погодными условиями, когда выпало большое количество осадков во избежание сложности в весенний период, Акиматом города Семей проводятся мероприятия по очистке снега улиц и дорог, ведущих социальным объектом и жилым массивом. В связи с чем, обращаясь к вам и руководителям предприятий города, с просьбой проявить активную гражданскую позицию и принять личное участие по организации вывоза снега и уборке прилегающих территорий и улиц. Всего по данным городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с улиц города вывезено более 52 тысяч кубометров снега. Для вывоза снега помимо двух действующих мест определены еще два, куда дополнительно будет вывозиться снег. Напоминаем, что наши новости вы можете также посмотреть на сайте www.semitv.kz. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи.